Вот это моя очень хорошая пациентка. Оль, мы с тобой знакомы уже сколько лет? Лет 10 точно. Лет 10 точно. То есть ты первый раз ко мне попала на групповые занятия в Ивановке. И у тебя были последствия после лечения в Америке. Да, после операции. А расскажи, что было. Был рак груди, был римфостаз, он был не очень большой, но он все равно очень мешал жить, конечно. Левая рука, левое плечо, поскольку вместе с операцией секторальной резекции левой молочной железы было сделано полное удаление римфоузлов из левой подмышечной впадины. Поэтому, естественно, какие-то... И ты, по-моему, летать с трудом могла. Я могла летать только в рукаве, в компрессионном. И, в общем, все это причиняло достаточно большие неудобства и боли. И действительно мы с этим справились. И, ну вот, иногда мне все равно приходится вот сегодня вы мне... Да, но скажи, а здесь получился как бы повторный вариант. Да. Да, я снова заболела, но уже это другой рак, как мне объяснили врачи, рак правой молочной железы. И после этого все равно... А где ты лечилась? В Израиле. И в Финляндии. В Финляндии я прошла операцию, а в Израиле прошла... Так, и после операции на какой день ты ко мне уже пришла? На... где-то на 20-й день я к вам пришла, потому что операция прошла неудачно в Финляндии. И после нее произошла инфекция тяжелая, и из-за этого рану хирург открыла для того, чтобы удалялась оттуда жидкость, и рана не зарастала. Я пришла к вам, и после двух или трех наших встреч у меня начала зарастать эта рана. И скажи мне еще, и кроме того, что зарастать, еще у тебя не было, по-моему, сил? У меня не было силы. Силы появились сразу после первого же сеанса. Снова вернулись силы. Ну, и, конечно, мы сделали четыре встречи с вами, и я смогла после этого полететь в другую страну, удалечиваться, делать химиотерапию. И, конечно, уже были силы. До этого я, конечно, не могла себе представить, чтобы я смогла добраться до самолета, сесть в него и пролететь четыре с половиной часа. Так, и вот сейчас ты вернулась, по-моему, в хорошем настроении. И сегодня у нас первая встреча. Через сколько мы с тобой не виделись? Шесть месяцев. Почти. Пять месяцев. Пять месяцев мы с тобой не виделись. И вот после сегодняшнего сеанса как ощущения? Прекрасно, как всегда. Как всегда. Да, лучше. Ну, все. Ты знаешь, вот я смотрю на тебя и вижу в тебе здоровье. Вот как-то болезнь не видно. Да, специальность сняла берет. Потому что если бы кто-то посмотрел, скажет, ну не может быть. Ну, сидит красивая женщина и, так сказать, только... Да. Я надеюсь, что все будет хорошо теперь. Ну, а я уверен, что хорошо. Все. Спасибо, Иль. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok